Никидожинки, мы приветствуем дорогих земляков, победителей районного соревнования по итогам жатвы 2020 года, гостей праздника, а также присутствующих гостей из соседних районов. Белорусы идуть, хлеб в свою жизнь не несуть, нарушник, положивший у рачиста, хлеб, як солнце у руках, бухан хлебом пропав, а рушник, як их сердца, прачисты. Хлеб и соль, прозвяки, склавши нарушники, добрым людям нас устраж выносим. Внуки сейбетов мы, хлеборобов сыны, с працы мы, с чаловешек относим. Участников праздника, победителей жатвы, приветствует председатель Рогачевского районного исполнительного комитета, Виталий Александрович Сушко. Уважаемые труженики сельского хозяйства, дорогие Рогачевцы и гости нашего торжества. У белорусского народа всегда в почете люди, руками которых обрабатывается и земля, и выращивается хлеб. Ярким свидетельством этого является праздник хлеборобов, дожинки 2020 года. Праздник тружеников, которые вырастили хлеб, а он никогда не бывает легким. И каждый человек должен знать истинную цену и помнить, что дороже ничего нет. Уборочная кампания этого года проведена четко и организованно. Все силы аграрии Рогачевского района были направлены на выполнение поставленных задач. А они сделали все необходимое, чтобы получить весомый валовый сбор и урожайность. Хлеборобам района в нынешнем году с площади свыше 30 тысяч гектаров фактически намолочено 85 тысяч тонн зерна. При средней урожайности 27,7 центнеров с гектара. Рогачевский район внес весомый вклад в Каравай области и занимает третью позицию в области по валовому сбору зерна. Хорошего урожая получили благодаря правильной технологии возделывания сельскохозяйственных культур, оптимальным срокам сева, своевременному проведению химпрополок, защитных мероприятий. Но в первую очередь это результат отношения наших людей к работе. Сегодня мне приятно видеть счастливые лица людей, которым есть чем гордиться. В этом году в четырех хозяйствах района, в сельскохозяйственном унитарном предприятии Дедлова, в республиканском унитарном предприятии Гомельско-областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Белоруссии, в коммунальном сельскохозяйственных унитарных предприятиях Красная армия и Высокий, урожай на зерновых превысило 30 центнеров с гектара. Более 40 центнеров с гектара – таков успех открытого акционерного общества «Сихиничи», которым, к слову, получен самый высокий в районе валовый сбор зерна – более 11 тысяч тонн зерна. В жарке текущего года приняло участие 87 комбайновых экипажей. 47 экипажей намолотили более 1 тысячи тонн зерна. Особые оценки заслуживают работа экипажа из сельскохозяйственного унитарного предприятия «Заблоте-2010» в составе Трума Анатолия Ивановича и Донцова Виктора Анатольевича, которые намолотили более 2 тысяч тонн зерна. Нельзя переоценивать и работу водителей, которые делали все для того, чтобы своевременно отвозить зерно от комбайнов на зерноток. В текущем году 32 водителя района перевезли свыше тысячи тонн зерна. Радуюсь, что в ряды признанных хлеборобов вливается достойная смена. На уборочной эстраде в этом году работало 6 молодых комбайновых экипажа и 4 молодых водителей на отвозке зерна. Горгачевцы гордятся результатами молодых работников из открытого акционерного общества Тихиничей, Кульманским Андреем и братьями Сергеем и Александром Карпенко, которые в очередной раз стали победителями областного конкурса среди молодежи по намолоту и отвозке зерна. В лице победителей уборочной компании этого года мы честуем всех, кто пахал, сеял, готовил семена, вносил удобрения, рачительно ухаживал за посевами, нес трудовую вахту на зернотоках, в ремонтных мастерских умело планировал и организовал все работы, обеспечивал уборку урожая. Нельзя обойти внимание и предприятия, обслуживающие сельское хозяйство, открытое акционерное общество Рогачевский агросервис, сельскохозяйственное унитарное предприятие Рогачев Агрохимсервис, государственное предприятие Рогачевский ПМС, которое также внесли свой достойный вклад в организацию уборочной компании. Районный исполнительный комитет и многие руководители сельскохозяйственных организаций признательны руководству открытого акционерного общества Рогачевский молочный консервный комбинат за неоценимую помощь в решении многих сельскохозяйственных вопросов. Глубокой признательности и похвалы заслуживают трудовые коллективы предприятий и организаций района, представители которых принимали участие в уборке урожая 2020 года. Особые слова благодарности хотелось бы выразить нашим женщинам, матерям, женам. Вам, дорогие женщины, постоянно в горячую пару приходилось раньше вставать, позже ложиться, чтобы отправить на работу и встретить с работой своих сыновей и мужей. Уважаемые коллеги, успех в аграрном секторе экономики – основа дальнейшего движения вперед. Даже если у вас будут все богатства мира, нам нечем будет питаться. Вы зависите от других. Именно сельское хозяйство является одним из основных факторов сохранения независимости государства. И сегодня, когда наша страна переживает непростые времена, связанные с попытками раскачать и разделить наш народ, как никогда актуальной является тема продовольственной безопасности. Ответственное отношение к труду и сохранению мира в обществе. Тот, кто провоцирует беспорядки в нашей стране, не заинтересован в ее силе и независимости. Каждый должен понимать, если беда придет в наш дом, нам не спрятаться на чужбине. Выстоять мы можем только на своей земле. Поэтому нам четко необходимо придерживаться своей гражданской позиции и помнить, что честный и добросовестный труд всегда был одной из важнейших ценностей белорусов. Дорогие друзья, мне хочется еще раз сказать каждому из вас особенности ветеранам труда, передовикам производства, слова глубокой благодарности за преданность делу, за любовь к земле. Верю, что достигнутое будет сохранено и приумножено. Для этого у нас все есть. Природная мудрость тружеников села, рачительное отношение к земле, трудолюбие, стойкость и терпение, которые заслуживают всеобщего уважения и достойны высокого признания. От всей души желаю всем дальнейших успехов в благородном труде во имя просветания Рогачевского района и нашей родной Беларуси. Крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, тепла и уюта в ваших домах и семьях. С праздником вас, герои жертвы 2020 года! В соответствии с решением Рогачевского района